Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я, ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. Вот и приближается Пасха, оканчивается Святая Четыридесятница. Мы с вами в преддверии Вербного Воскресения, и сейчас идет последняя неделя Великого Поста. Пост оканчивается. Напомню, что пост, в принципе, делится на две неравные части, на 40 дней нашего духовного путешествия в сторону ко Господу Богу, а потом 7 дней Страстной Седмицы Господь идет навстречу к нам, проделывает тот путь и преодолевает ту дистанцию, которую мы преодолеть просто не в силах, в силу своей человеческой немощи. И вот сегодня, в преддверии праздника Вербного Воскресения, во время окончания 40-дневного поста, мы в нашей студии разговариваем об окончании поста с нашим православным экспертом, священником, настоятелем Казанского храма, отцом Андреем Зуевым. Здравствуйте, батюшка! Здравствуйте! Батюшка, прежде чем, конечно, говорить о Вербном Воскресении, полезно вспомнить, что вот эти вот пять дней до Лазаревой Субботы, до Вербного Воскресения, пост еще продолжается. И вопрос такой, может быть, он даже в большей степени философский. Чем же все-таки должен окончиться пост? В начале поста, так по традиции в нашем храме, я объявляю, что давайте мы с вами возьмем какую-либо страсть нашу особую. У всех разные страсти. Говорить о том, что там главная страсть – это гордость, я думаю, что не совсем корректно. Страсть, с которой он нападает, с той нужно бороться. У кого-то это гнев, у кого-то раздражительность, у кого-то еще что-то, осуждение. Каждый возьмет свою страсть и понесет ее через пост. Будет с ней все усилия, которые есть у него, прилагать в борьбу с этой страстью. Реально, мы к концу поста должны, знаете, к чему прийти? К тому, что мы понимаем, что никак чего у нас не получилось. Сколько я не боролся, этот пост все становилось все хуже и хуже. Чем больше я борюсь с этой страстью, тем больше она меня побеждает, не только она. И другие страсти начинают нападать, как апостол Павел говорит уже не «я живу, живущий во мне грех». Вы правильно сказали, что сначала мы идем ко Христу, мы идем, идем, но мы не можем до Него дойти сами. И когда мы приходим и говорим к концу, мы говорим, «Господи, да что ж такое-то? Я на самом деле ничего не могу. Я действительно ничего, у меня не получается. Я сам не могу справиться». Это называется смирение. Когда человек понимает свою неспособность, свое бессилие перед грехом. И тогда, как вы сказали, Господь идет уже к человеку. И только Господь говорит, «Ну, когда в бессилии мы падаем, все, не могу я, Господь берет человека под руки, на руки и несет». Это смирение, это первое, мы к чему должны прийти, к смирению. Первая ступень, которая поднимает нас к Богу. Здесь и в конце мы должны уже сказать, как апостол Павел, «Уже не я живу, но живущий во мне Христос». Поэтому очень хорошо, что на начале мне понравилось, как вы сказали, действительно. Это время, когда мы шли ко Христу. Но в конце мы падаем. Падаем от бессилия, что мы ничего не можем. Здесь подходит Господь к нам, берет нас за руку, потом на руки, и уже несет на своих старостях, через крест, несет нас к воскресению Христу. Ну вот тут я очень боюсь, что сейчас перед камерами оживятся те, кто не совсем дружелюбны к православию, и скажут, ну а вот, получается, ничего, кроме того, чтобы показать ничтожность человеческую, христианской религии не делает. То есть, получается, мы должны убедиться именно в своем. Мы должны не только сами убедиться, и другие должны убедиться в этом. Потому что если бы мы могли и сами что-то сделать, тогда Христос и не нужен был бы. Если бы мы могли победить грех, зачем тогда нужна жертва Христова? Если бы мы могли сами воскреснуть, тогда зачем Христос тогда воскрес? Если Христос не воскрес, то тогда и тщетно вера наша. Если мы можем, и те люди, которые вам скажут, ну что же мы такие же, сами ничего не можем, да, скажут, ну давайте воскресни, давай умри и попробуй воскреснуть. Никто из них не сможет этого сделать. Да, мы такие, мы действительно должны говорить, ну все-таки правду. Да, мы немощные. Да, мы такие христиане. И признание вот того разбойника, который был верен со Христом, да, дало ему возможность попасть первым в рай. Он не сделал добрых дел. Правильно? Он не сделал там, он не провел подвижническую жизнь. Он не боролся со своими страстями. В конце жизни, уже вися на кресте, он признал, что на самом деле он ничтожество. Да, он ничего не может, и в нем только один грех. Господь говорит, а, вот видишь, признался, ты будешь первым со мной в раю. Потому что Господь пришел к немощным, и к болящим, а не к здоровым людям. Ну а мы действительно все немощные и все болящие. Потому что нет одного, я не знаю ни одного человека, нет, есть, который думает, что они не болящие. Они говорят, нет, у них нет там страсти, у них нет греха. Но это люди, которые гордо, не видящие вообще в себе никаких проблем. Хотя на самом деле там так много, что больше, чем у всех. Оттого они не видят, что их уже переполнила чаша греха. Сам христианин, он относит себя реально. Он реально себя разбирает. Пост нужен был для того, чтобы попытаться разобрать себя на части. Посмотреть на себя со стороны, что я из себя представляю. Вот какие у него немощи, страсти. Ага, вот эта страсть возникает тогда-то, тогда-то. Надо с ней бороться, поэтому... То есть это такой путь высвобождения. Но ведущий в итоге к осознанию своей беспомощности. Тогда Господь берет человека. Знаете, у архиереев есть аммофор на плечах. Это символ овцы. Да, иногда вот вы, может быть, видели даже картинку, ее недавно продавалось. Идет Христос, на плечах у него овца одна заблудшая. Вот как раз отца это мы с вами. Христос берет на свои плечи нас с вами. А если мы можем идти, зачем нас брать? Вот тогда, когда мы уже не можем идти, когда мы уже бессилие падаем, как Мария Египетская в пустыне, да, падала бессилие, а потом, говорит, меня силы Божьи выставляла. Она по два дня бессознанно лежала, потом поднималась и ушла. Так Господь ее поднимал, вот, и мы с вами в конце поста, и это действительно очень много будет искушений, было, да, и будет еще искушений, еще недельки осталось. Вот, самые тяжелые, наверное, недели, когда искушения все наваливаются, все грехи наваливаются. Но человека, он, пост, это не совсем радостное, в каком-то смысле, слово, время, потому что приходит пост вроде радостно, что Пасха, что будет Пасха, надо провести, понимаешь, ага, сейчас на меня нападет, сейчас начнутся искушения, сейчас начнутся проблемы. Ну вот, в конце, все уже донеся, придя в мешок, принеся грехов, этим мешком рухаем к ногам Христа, вот, и Христос нас поднимает. Ну, важно же все-таки, я думаю, батюшка, и отметить такой, хорошо наверняка вам известный термин, синергия, вот, то есть все равно важно напряжение двух воль, в едином порыве, в едином направлении, потому что тогда есть серьезное, мне кажется, искушение сказать, что, ну, тогда пусть Господь меня и спасает, зачем мне поститься, зачем мне молиться, я вообще, в принципе, ничего не буду делать, пусть Он придет, поднимет меня, воскресит, вот. Все равно человеческое напряжение, человеческое усилие требуется. Как вспомнился мне, пока вы рассказывали, случай с Антонием Великим, который боролся, сейчас я уж не вспомню, с какой страстью, бес одолевал его, и до такой степени, что он прям валялся по полу и призывал в помощь Господу Бога, и Господь не являлся. А когда бес отступил, ему явился Христос. И у Антония такое недоуменное, даже ропотное воззвание к Богу. Что ж ты ко мне не пришел, когда я тебя так звал, когда ты мне был нужен? Что Христос сказал, что «Знал я в тебе великую и могучую силу, что сможешь и сам преодолеть». Вот если бы ты упал в бессилие и не смог бы победить, я бы явился и победил бы за тебя. Поэтому, конечно, Господь смотрит и взирает и на нас с вами, что мы как бы, вот если с этой овечкой-то сравнить, то мы не безропотные овцы-то. Все равно от нас требуется некое усилие. И вот в этой связи важно понять, что вот между Четыридесятницей и Страстной Седмицей есть два дня промежуточных, в которые велико искушение расслабиться в полную меру, потому что там и пост ослабляется, да и вообще, в принципе, и церковь, и богослужение, и устав нам говорят о том, что вот пост закончился, в пятницу мы услышим песнопение, в котором так конкретно и будет сказано, что мы закончили Святую Четыридесятницу. И вот эти два дня нам о чем-то говорят. Вот о сути этих праздников. Лазарева суббота, что мы воспоминаем в этот день. Вербное воскресенье, удивительный праздник, который не имеет предпразднства, не имеет отдания. Батюшка, вот для наших телезрителей. Лазарева суббота, мы вспоминаем то событие, когда Лазарь умер, а Христатов на тот момент не было. И мы знаем удивительную вещь, что когда пришли женщины и сказали ему, что брат наш Лазарь умер, он заплакал. Христос заплакал. Проявление его человеческой, его человечества. Потому что некоторые говорят, что он был Бог, ему чего, ему хорошо, ему ничего не чуждо, ему все, то есть человеческое, все чуждо. Наоборот, он не знает там, не скорбей, не чувствует ничего, он Бог и все. Вот нет, вот как раз-то его слезы показывает, что он был еще не только Богом, он был и человеком. Доказывает нам, что он, раз он человек, раз он знает наши чувства, знает наши переживания, начнет помочь, может нас понять. Знаем мы дальше, что он пришел, Лазарь исцелил, воскресил Лазаря, воскресил, вывел его из гробницы, потом Лазарь еще долго прожил, был епископом. Это удивительный тет, когда Христос проявил свою человеческую сторону. Для нас это очень важно. Я вспоминаю рассказ известного нашего писателя, и в этом рассказе есть проповедь одного священнослужителя, архимандрита, в котором он говорит, знаете, почему Христос пришел не во славе, почему Христос пришел не как царь. Некоторые говорят, ну что же, он же Бог, он пришел как царь, там легион у него, ангелов и все, и он все порешил. Всех расставил по местам грешников туда-сюда, всем все сказал, чего делать, и все начали делать. Он говорит, просто если я начну говорить, он скажет, что скачался этой книги. Так вот, в этой книге, в этой проповеди говорится, что этот священнослужитель говорит, вы знаете, вот стою перед вами, есть такой пухленький, розовенький, да, и говорю вам, вы знаете, надо там поститься и молиться. Стоят люди, люди стоят на роде и говорят, хорошо тебе говорить, ты вон какой, сытый, вон какой ты, вот там, все у тебя есть. Это так и говори, что надо поститься и молиться. А он попробуй, у меня там семеро по лавкам, по лавкам есть у меня нечего, попробуй так, поживи. Вот, поэтому Христос пришел к нам как человек. Если бы он пришел как царь, ему бы сказали, ну хорошо тебе, ты вон царь, он у тебя сколько, там ангел у тебя ночи, херувимый, серафимный, ты летаешь на них. А вот там и что, нам тяжело, вот дети плачут, памперсы надо одевать, да, там вот как его. Вот, поэтому ты нас не можешь понять. Христос привез в свое человеческое, чтобы и показало, что он нас может понять. Он знает, что такое плакать, что такое переживать, что такое скорбеть о своем близком. Потому он может нас понять. Это вот очень важный, интересный момент. Он для нас, для христиан, вот, для нашей духовной поддержки. Христос такой же, как, был таким же, как и мы. По человечеству. По человечеству, без греха, но с нашими чувствами, с нашими знаниями, пониманиями. Поэтому у нас и можно прийти, мы скажем, Господи, ты же знаешь, как это тяжело. Он, конечно, знает. Конечно, знает. Вербное воскресенье, ведь он тоже плачет, когда подходит к Иерусалиму. Да, тогда он страдает на народе. О том, что народ не понимает того, для чего он пришел. Мы знаем, что Христос пришел на осле. Он специально пришел на осле, не на коне за въехал. Символ смирения. Он же мог на коне, а ему предлагали. Перед этим, вы знаете, на горной пробке, мы пойдем, мы сейчас бунт поднимем. Иудейский народ был под властью Римской империи, и все пришли, говорят, мы сейчас тебя вызовем царем, царем, давай мы сейчас оружие возьмем, и с кем эта римская власть. То есть ему предлагали занять царский престол. Он выбрал себе ослика, знак смирения, не на коне, не с мечом ворвался, как делали многие другие пророки. Он вошел со смирением. Народ ждал не этого. Народ кричал, там, «Осанна, Вышнева, он ждал, сейчас он поднимет бунт, свернет, он будет царем». Иудей до сих пор ждут, что придет Мессия, он захватит власть, и им даст эту власть. Они будут правителями. И вот это ожидание у них до сих пор есть. Вот из того Иерусалима они до сих пор несут его. И он заплакал, потому что увидел непонимание, хотя он всем видом показывал, непонимание, что царь-то он неземной, как говорят кесарь, кесарь Бога Божия. Поэтому царь не земной, а небесный. И вот вхождение его в Иерусалим это символ, наверное, который и в наше время очень актуален. В наше время как-то ждут от христианской церкви, говорят, вот, ну, мы же христиане, давай сейчас объединимся, сейчас мы супер, будет и православная держава, мы захватим весь мир, мир будет весь христианский, мы ставим всех супер православных, весь мир мы изменим, по знакам там, там, хоруги поднимем, оружие возьмем, там, С-400 поставим, и все, всех разбомбим, вот, мы же христиане, вот, и Христос, вот, виден нас, опять заплачет, виден вот этот, мир до придет к концу, церковь не исчезнет, но мир придет к концу, не будет торжества православия в плане всемирного, не будет весь народ обращен в христианскую веру. Мы должны понимать, что царствие наше, царствие на небе, вот, а здесь кесарь правит, и не надо путать кесарю с кесарем, с Божиим, а Божие с кесарем. Поэтому сегодня актуальный вопрос, когда у нас такие вот, в государстве, конечно, хорошо, да, православие у нас поднимает, государство, на основу нашего государства, но не нужно махать в хоругви, как флагом, да, вот, не нужно пойти, идти там, войной на всех, не нужно говорить, что мы сейчас всех о православии, прежде всего, православие, это внутренний образ жизни человека, вот, чтобы Господь сегодня не заплакал опять, сказал, я пришел к вам со смирением, вот, а вы опять все своими установками, каратом. То есть, можно ли сказать, что вообще Христос переживает страдания тотальные, то есть, его страдание началось еще до креста, то есть, до Голгофа. Вот в праздник вербного воскресения, помимо того, что это все-таки праздник, помимо того, что мы воспоминаем, что Христос въезжает в Иерусалим, мы, мы христиане, то есть, те, кто уже живет в новозаветные времена и прекрасно знает по Евангелию, что будет за этим въездом в Иерусалим, и что будет после распятия, что оно будет обязательно в воскресенье, мы понимаем, что он въезжает для того, чтобы умереть и воскреснуть, но все-таки страдание его, это страдание тотального одиночества? Да нет, у него не было одиночества, у него была мама, у него были друзья его, апостолы, да нет, не одиночество, страдание, а при этом эти все апостолы его устали. Он понимает, что много людей погибнет, каждое его творение, он плачет о народе, плачет вообще о своем народе, от иудейских, это же богоизбранный народ, как бы нам ни говорили, еврейский народ, это богоизбранный народ, сохранивший веру в течение всего язычества, да, поэтому он плачет о нем, он погибнет, он знает о разрушении Иерусалима, он знает, что многие, все нестроения, которые в 2000 лет продолжались, он о них всех знает, он знает, сколько будет страданий, о них он и плачет, о том, что, к сожалению, люди, имея свободную волю, принимают Христа, не как Христа, а и подчас вообще не принимают, а он вообще плачет и о современных людях, которые либо не понимают, что такое христианство, либо понимают, неправильно понимают христианство, ведь тогда иудеи неправильно понимали его как мессию, и сейчас многие не понимают христианство как православие, как православие, понимаете, там языческое православие, можно так назвать, кто-то там какое-то свое православие создает свои течения, там есть все, просто христианские секты. Во всех о нас он плачет. Страдание одиночества не может быть у Христа. Он в Троице. Он не один. Бог Отец. А как же, Боже мой, по что оставил меня? Человеческая. Человеческая страна, проявляющаяся всегда. Она и у Лазаря проявлялась, и в приходе в Иерусалим, и человеческая, эта страна, человеческая, умирает, она страдает. Не Бог страдает, не Бога, тело не пробивали, не Бога, а человеческое тело. Поэтому как человек он страдал на кресте. Он чувствовал все эти ощущения боль, там, оплевание, все, 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 как человек. И как Бог. Зря я разделяю, вообще невозможно разделять, на самом деле, Бог и человек. Но внешне, как человек, материально, как человек. Поэтому материально, как человеческое, он и обращается к самому себе. к Богу. Потому что больно, а разве не больно на кресте висеть? Разве не больно? Вот эта вот боль Гефсиманского сада. Это внутреннее. Прошу вас, бодрствуйте со мной. Вы опять спите, почиваете. Ну, к сожалению. Наверное, не боль. Боль, как Христа. Наверное, нет. Я говорил, более такой вот материальный, в плане, он как человек все чувствовал. Он боялся, там же, в Гефсиманском саду, как человек. Господи, если можно, пройдет меня эта чаша мимо. Но все же, не как я, а как ты хочешь. Вот эта воля Божьего, когда человек подчинил свою волю человеческую, когда Христа подчинил человеческую волю, волей божественной. Вот. И он так страдал всегда по человечеству. Поэтому он нам не чужды. Я говорил в самом начале, что не чужды. Он нас понимает, как людей. Потому что он был не только по 100% Богом, он был 100% и человек. И на кресте он чувствовал, всю эту боль. Бьют его этими плетями, на которых на конце были такие крючки, которые части тела вырывали. Он чувствовал всю эту боль. Потому что нам скажут, он же был Богом, не чувствовал. Он бьют, но он так притворялся. Была такая ересь, да, у нас сказали, что Бог был, притворялся, что ему больно. Вот плюют, он там притворяется. Как Богу можно поругать? Вот не Бога поругали тогда, а его тело человеческое в Боге. Так, что ли, попытаться сказать. Поэтому он и Бог, и человек. И как человек он и страдал, и плакал, и знает, и понимает, и умер, да, тело, тело его, человеческое, умерло, оно после смерти преобразилось. Спасибо, батюшка, за ваши ответы. Здесь вот я бы как раз хотел сделать в очередной раз акцент на то, что, вот говорим вроде о празднике верного воскресения, а все равно говорим с определенной толикой трагедией, потому что именно поэтому праздник-то не имеет отдания и не имеет предпразднства, потому что мы знаем, чем этот вход в Иерусалиме закончится. Спасибо вам. Дорогие друзья, я вас поздравляю с наступающим праздником верного воскресения. Очень скоро мы с вами вступим в особо напряженные дни Страстной Седмицы, когда день за днем, Страстной Понедельник, Страстной Вторник, Страстную Среду и так далее, мы пройдем крестным путем Спасителя. Ну а пока не будем торопить время. Христиане должны время замедлять, я поздравляю вас с верным воскресением. Желаю вам прежде всего стать теми осликами, на спинах которых в жизнь другого человека, в жизнь ваших семей, в жизнь ваших родных и близких будет въезжать Христос. С праздником вас! Храни вас Господь! До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok